Слой с моча по трубам. Привет, Сталин. Посмотрите, если достался мне нуб или нормальный игрок. Жалко, Ситары не досмотрю. Я уж там оценил, какая пруха идёт у Кащея. Ой, привет, Дио. Го-го, Пауэр Синги. Ну, как бы... Я, конечно, попробую, но вообще, на мой взгляд, сегодня крайне такой... Ну, невесёлый матч, мне кажется. У меня предчувствие... Ну, не то, что предчувствие беды. Нет, наверное, это не так. Но, скажем так, ощущение, что матч несколько сложнее, чем представляется. Ну, сегодня все трудные матчи, так скажем. Но мне не нравилось, как играл Кащей. На мой взгляд, ему довольно сильно пёрло. Я, блин, дурак, мало к Блицпиду тренировался. У оппонента очень интересная тима, где, типа, будут фолы стопроцентные. Ну, у Кащей в этом сезоне такие кубы, что, как бы, ошибки, видимо, не так сильно важны. Мне нужна победа Ситара, или ничья. Лучше победа Ситара. О, Ситару убили лучшего воина. Замечательно. Да, я увидел Хазела. Ну, я говорю, Кащей в этом сезоне прёт, как скотиня. Он очень слабо играет, но там завозит. Весь сезон. С таким очень тяжёлый чёт делать. Жаль, это плохой ивент. Не, ну просто в этом сезоне он в ПО выйдет просто на кубах. То есть, у него был сезон, когда он хорошо играл, и он не вышел. И этот сезон, где он играет очень плохо, и выйдет. Привет, Муадиб. Спасибо, Спайдер, спасибо. Судя по стартовому ивенту... А, он не стал использовать ивент? Ну, ладно, странно. Зря подошёл. Ему хочется уронить корову, это плохая мысль. То есть, да, там будет фол коровы, но коровы как раз-таки здесь, типа, с черепами и меньшее зло, на мой взгляд. То есть, то, что он гарда зонку под... А, он даже неправильно толкнул, не под фол. Кек. Зачем ты гард продал просто так? Ну, да, у Спайдера сегодня были кубы богов весь матч. Такое редко бывает, особенно у Спайдера. И оппонент сразу очень бодро идёт в какой-то очень... Слушайте, похоже, я играю с нубосом. Либо с человеком, который плохо ориентируется в Блиц-формате. Я не знаю. Пока выглядит очень слабо. Ну, в смысле, реально очень слабо. Может, мне кажется, но, типа, он слабенький вообще. Сильно слабенький. Я охренею, ребята. Ну, я смотрю на первый ход оппонента. У меня слов, в общем, довольно мало. Ладно, не будем лезть. Здесь нет смысла на дикие риски. Ну, честно говоря, оппонент выглядит... Очень слабеньким. Ну, это мне так думается. Мне так думается. Ну, у меня в оппонквале, по-моему, только один игрок был прям такой... Жестенький, я бы сказал. Ну, я имею в виду, что, типа, ну, что-то он вообще как-то отыграл, ну, так... Посредственно, на мой взгляд. То есть, ну, я понимаю, что, типа, ладно, разные бывают. Ну, у него ростер выглядел интересно и адекватно. Ну, окей. Я понимаю, что, как бы, жаловаться-то особо не наше, что я, наоборот, должен радоваться. Вот. Привет, Дангихот. Вот этот пробой меня не радует. Вот этот пробой меня не радует. Не, ну, блиц спит. Может, человек волнуется. И просто, как бы, надо быстро думать там. Пытаться всякие штуки делать. Тыр-пыр. Это не так легко, как кажется. Привет, спиритолог. Ну, опять же говорю, привоз стартовый оппонент, конечно, такой. Ну, серьезный. Думать вредно, да, есть. Очень неприятный 1д. Странная игра. Ну, оппонентов завезло. Спиритолог. Ну, я говорю, не надо мне удачу говорить. Каждый раз, когда мне желают удачи, все идет по жопе. Спасибо, спиритолог. Вот. Тысячу раз уже проверено. Каждая удача это говно. Вот. Вот. Ну, понятно, ни одного фейла. Все, спирит... Дон Кихот, успокойся. Бесишь. Кубы просто кончены абсолютно. Просто супер конченые кубы. Я даже не шучу. Реально, да, ИСы просто... Просто конченые. Два реролла или сначала Блиц с коровой? Я думаю, сначала Блиц с коровой. Ладно, коровка порадовала. Спасибо. И он тратит аптеку на это. Ну и корова предательская. Я еще не кин... Я еще не передвинул горда. В итоге Хьюстон у нас проблема. Кубы отвратительные. Не, ну то, что он выбил мне, типа, брейктакл, просто шары. Это, конечно... Не то, что я хотел. То есть он пока по девятому армору дал больше пробоев, чем я по седьмому. Если че. Да, порадовала Хозел. Она клевая. И у нее очень клевый L2D скин. Вот. Это хорошо. Я бы не реролил бы. Ну, не знаю. Конченный рерол. Ну, окей. Шути удивляет в пробое? Ну, не знаю. Все, наверное. Я что-то фигею с того, как вероят оппонент, конечно. А ни одного фейла на Даджи не будет. Я правильно понимаю? Ну, хотя бы на ударе. Ну, это вообще весело, конечно. Чувствую, как-то вечер перестает быть томным. Ну, а первый удар хороший. Они бывают, оказываются. Кто бы мог подумать. Кубы, конечно, просто вызывают восторги. Хотя бы корова встает на 4+. Как умеет. Ладно, это тоже хорошо. Подойдем. Вдруг пробой. Умница. Габла тащит. Габла. Ты пожелай им ни пуха, ни пера. Да. Пусть, ну, там, опера. Не знаю. Придумайте сами. Да, понятно, габлата ломает, кидая шальные шестерки. Остальные говнари не кидают. Изи. Так и игра тонко троллит, я бы сказал. Тонко троллит. Закидывает. Ну, ладно. У него не самая простая ситуация. У него еще какой-то тоскливый день прям. То там у Ситара какая-то же посраность, то тут. Что-то оппонент вот как-то странно дерется. У вас нет такого впечатления? Я имею в виду, что он идет в какие-то контакты, ну, очень невыгодные. То есть, вот глядя на то, как играет оппонент, у меня реально ощущение, что он как бы, ну, не знаю. Очень странно играет. Че-то я тут немножко, конечно, как бы... Ну, че-то очень сильный оппонент, конечно. Ладно, корова, наконец, не встала. Ну, типа, давайте аккуратно играть. Спасибо, дайсам. Просто не перестают радовать. Здесь надо сделать так, чтобы были хорошие дайсы. Оппонент, конечно, дико удивляет. Я всякое повидал в этой жизни, но, типа, такие вещи тут не каждый день увидишь. Ну, ГФ и важнее, в принципе. Ой, спасибо, какая приятная шестерка. Как неожиданно и приятно! Нормально, вроде, вроде разруливаем, мне кажется. Линейка с руками, да. Ну, я понимаю, в чем смысл. У него просто, видишь, типа, он создавал универсальный сетап под мысль, что 60% игроков не возьмут гномов. Понимаешь, бывают люди, которые такие, ну, не может же быть так, чтобы 60% игроков в ландере взяли гномов. Понимаешь? Вот никогда такого не было. Никогда того не было. И вот опять. Ну, скаттер, им повезло со скаттером, правда. Хорошо. Чувствуете, да, просто мощь? Мосса-ты-чи! Ну, вот так вот. Ладно, коровкин... Ладно, это не тот матч, где корова должна работать. Знаете, я так скажу. То, что корова не хочет работать в этом матче, это нормально. Я на нее не в обиде. Ну, вообще к ней претензий нет. Ну, тут это хорошо, корова молодец. Другая корова. Придется потратить. Я знаю, что можно было, наверное, и не тратить, но... Ладно, стоим. Даже не уверен, что я теперь хочу подбирать. Ну, если я хочу ебнуть сюда, точно. Хотя можно подобрать, наверное, что ты мне сделаешь, я в другом городе, за мат извини. Ну, скатерс санина, конечно, полная. Ну, ладно. Ну, в Блицпид, понимаешь... Ну, в Блицпид, например, подал заявку Бёрдман Дарквинг. То есть, как бы... Опенквала любой может сходить. Кто покакать по среднему. Опенквала для того, чтобы вот все могли покушать. Он сейчас изи подбирает, дает паски, дает додж, забивает. И я такой, типа, хоп! Оп, чигадок! А мы гуляем. Оп, оп, оп. Чигадок. Ладно, отлично. И скатер хороший. И мы даже, вроде как, можем забить. Даже можем, вроде как, повыталкивать. О-о-о! Кроватлант расправил плечи. Понимаете? Стоим. Ну, это немножко не то, чем мы хотели. Винсент, мы не очень счастливы. Тогда я сыграю поумнее. Меня никто не приглашал. Я нуб тупой. Вот так вот. Хотя я на... Меня на один Блицпит приглашали. Я там хорошо выступил. Совершенно точно могу сказать, что я хорошо выступил на том единственном Блицпите, куда меня пригласили. И после меня ни разу не приглашали на Блицпит, потому что я дно. Ну, видимо. Я не уверен, что там такая логика. Ну, как бы... Блин, обидно немножко. Че поделать. Вот такая... Херня, маля-то. Извините. То есть, меня на один Блицпит позвали. Я попал в топ-8. Больше меня не звали. А вот Пупок, например, в первом Блицпите, по-моему, занял какое-то там 14-е место. Его еще на один позвали. Вот, как бы... Вот так вот. Но Блицпит, как я понимаю, типа, люди, которые участвуют на Блицпите, могут кого-то позвать туда. Ну, типа, они говорят, вот, позовите того-то. Видимо, как бы... Никто не хочет видеть Сашу и... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Но если Ситар расправил плечи, я рад. Да, похоже, и я расправил плечи. Ну, то есть... Пока выглядит как... 1-0 на атаке оппонента. Предметанул. Не, если без шуток, то у меня, конечно, есть сильные оппоненты. оппоненты в этом, ну, в группе, просто они попозже. Если говорить коротко. Да, нельзя желать мне удачи. Когда мне желают удачи, обязательно какая-то санина происходит. Я, конечно, буду надеяться, что не в этот раз, но хрен его знает. Вот спасибо. Вот санина мне звучит значительно лучше. Вот здесь можно было травму дать, ну, ладно. Ну, нормально, слушайте. Если у него ничего не встанет, то я ему чуть-чуть намандрючу в втором тайме. То есть у меня-то пропускает только... Ну, а не, у меня никто не пропускает. Ну, все отлично. Типа, 1-0 на атаке оппонента. Мы выбили гард. Пятка сказала, давай, до свидания. Я считаю, вообще замечательно получилось. Ну, я не спорю. Лоссен разбил отвратительный, фол был отвратительный. Ну, слушай, знаешь, когда он сразу пошел и трахнул мне корову, я немножко напрягся. О, он в полном составе. То есть, когда булка сразу ушла, я такой, типа, окей. Поэтому я немножко далек от недооценки оппонента, на мой взгляд, как бы... У него, конечно, ник хороший, но бинопс, это почти как нубинупс. Вот так вот. Но разное бывает. Но, с другой стороны, типа, ну, в три гор... в два горда. Мне надо очень постараться, чтобы обосраться. Я умею, конечно, я могу. Но будет тяжело. Надо... Надо не постараться. Вот так вот. Ладно. Достаточно я нубовый для того, чтобы отдаться в хорошем матчапе. Зададимся вопросом. Но мне вообще, сказал бы, с подгруппой повезло. Там, конечно, есть опасность на тему другого, другой части группы. Но в моей, типа, ок. Джи-джи! Что-то люди начали очень рано выходить в жижи. Вот. Типа, я еще лоз не разбил и чел, пока, и все, я, я, я сдаюсь. Нет, я, конечно, понимаю все, но что-то как-то это, ну, немножко борьбу можно поизображать там ради разнообразия. Я пока не вижу у себя, например, какого-то ультра-пробоя, при котором, типа, было бы все понятно. то есть, да, да, завозят, но не так завозят, чтобы облить голову майонезом и сказать, что, ну, все, мы как бы выиграли. давайте все-таки прикроем вот так вот. КОРОВА! У-ху-ху! Ну, все, она, она отбила все деньги, которые в нее вложены, вот так вот. Любит пожестче, нет? Я бы конкретно на квалификацию Блицпита, я бы с удовольствием прошел бы на изи-моде. Там, там, там еще столько веселья будет дальше, что там же потом надо еще играть там же потом надо еще играть групповой этап. И еще там, короче, там куча же потраха, ребят. Ну, нормальное начало, я считаю, как бы, логично, логично. Оппонент, как бы, сразу продемонстрировал скилл там, глубокое понимание, жи-жи, вот так вот, пиши через и, вот, мне понравилось, я считаю, как бы, спасибо. Жи-жи, жи-жи. Я, я сломал с руки, по-моему, два седьмых армора. Он сломал с руки два девятых. Я все понимаю в этой жизни, конечно. Определенно, это звучит логично, как бы, чувствуете, да? Как бы, никто, никто, никто не сомневался в том, кто, кого, куда и как должен любить. Вот так вот. Да, притом, одно я сломал с МБ. Ну, то есть, жи-жи, жи-жи. Знаменитый жи-жи, при котором зонки размазывают тебя по полю в драке. Вот так вот. А ты играешь за гномов. Ну, просто, просто, чтобы ты не забывал. Вот так вот. Жи-жи. Жи-жи. Че там, как? Жи-жи? Ребята, еще не особо. Нет, я не жалуюсь, я просто, я наслаждаюсь, ребята. Приятно посмотреть на небольшое количество жи-жи. Да? Жи-жи прям тут настоящая. Сашу любят пожестче, сказали. Да не, мне что-то так было нормас. Ну, что там с седьмым армором, подскажете, не? Нормас? Пробой выйдет погулять или пока что-то не особо? Просто интересно, как бы, поведайте мне. простая игра, чатик, или пока еще не очень? А пробой выйдет погулять по седьмому армору или только девятый ломаем? Я, может, рано жалуюсь, но все-таки... Ой, Ситар выиграл, молодец. Ну, что-то как-то согласитесь, что сды мне дают довольно много. Несколько больше, чем это предполагалось, нет? Или мне кажется? Я еще понимаю, хобосы бы ломались, но сейчас сломается. А вот, ну, просто что-то как-то что-то как-то дискомфорт легкий. Надежный план, ну, просто как швейцарские часы. Вот так вот. Просто никогда не было более надежных планов, чем вот хорошо, что оппонент как бы не перестает показывать глубокое мастерство. Спасибо. Очень интересно. Очень, очень интересно. Потрясающе, потрясающе. Саша словил просто истинное удовольствие. я, может, что-то не понимаю, действительно, как бы, я, что-то неправильно делаю. Жи-жи. Жи-жи. Это как было недавно что-то там игра, где была шутка на тему того, что, типа, can I now take win и так далее. Вот. Я не помню, с кем была шутеха. Блядь, даже мяч-то нихрена не спрятан-то на самом деле. Ну, так, если говорить серьезно. То есть, видимо, надо куда-то сюда уходить, хотя он все равно не прикрыт нихера. Вот. То есть, мне теперь надо просто вот дать удар-удар. Да. Поехали. Рот этого казино. Рот этого казино. Этот удар вроде как ничего сильно не испортит. Давайте поверим, что кинем 2+. Ха-ха-ха-ха-ха! Оля! И пробой опять! Ну, девятый армор, пацаны, девятый армор, как бы, я напомню. Это называется девятый армор. Нормас, да? Жи-жи. Жи-жи. Я понимаю, это очень интересная матч, очень интересная матч. Озонки вообще фейлили двойной додж хотя бы раз за матч. Я помню, они один додж фейлили в первом тайме было такое. Это я запомнил. Нормас. Как сказал диамет, все понятно. Быстро стало понятно. Козунки не фейлят ничего, ломают девятый армор каждым ударом. Ты чувствуешь, что у тебя лицо в весьма понятной игре. Вот. ломают. Ну, понятно, понятно, да. Рерол. Хорошо. Хотя бы рерол. Ну, мы в говне на самом-то деле, без шуток. Ну, это как бы хорошо. он неправильно сыграл. Ну, окей. Коровка еще, главное, вовремя говна поела. За это ей особенное нечеловеческое спасибо. Ну, тут хорошо, что он корову не повалил. Удивительно. Но мне что-то матч не нравится. Я вот все, что могу сказать. Я, может, конечно, сейчас очень плохо отыграл, но мне так тоже не кажется. Я, как мы все понимаем, это не так работает, конечно. Ощущение, что надо просто поднять и толкать в обратную сторону. Типа, да, с ГФИ, но с поиском хорошего скаттера и чейнблока коровой. Ну, это не чейнблок коровой, конечно, но... Ну, нормас пойдет для сельской местности. Толкаем к выходу, к выходу, к выходу, потихонечку. Ну, поехали. И вот сейчас шестерку надо, давай. Вот, давайте вправо, да, окей. Коровка просто вот единственная тварь, на которую можно надеяться в этой команде. и сразу вешаем на корову давайте. Да, ну, понятно, зонки, конечно, хорошо. Да, корова делает больше, чем любой блокер в этой команде, я рад. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. Никогда такого не было. Нет, я, конечно, тут на скильце наигровую, но согласитесь, что матч, конечно, необычный, я бы сказал, необычный. Я бы другие слова хотел бы употребить, но я стараюсь быть приличным парнем. Ну, скатер пойдет для сельской местности. Играбельный скатер. Ну, вот теперь, кажется, ГГ. Вот теперь у Саши есть предощущение, что это ГГ. Конечно, надо еще немножко покидать, но, скорее всего, это ГГ. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Я хочу потратить реролл. раз, так, раз, два, угу, нормас, поехали. Ладно, пожалуй, пожалуй, это неплохо, пожалуй, ладно, правда, коровы не пробило, но, окей. Так мы просто еще перекрываем зону от этой мрази, типа, ну, вместо того, чтобы встать там на другую точку для того, ну, ладно, нормас. Очень веселый матч. Блицпид прям не дает это расслабиться. Даже выигранная игра Блицпида, это прям геморрой десятой степени, вот. Ну, я смотрю, он, конечно, это да. Интересно, интересно. Это, конечно, не Редорокс в полуфинале Ругла, назовем это так. Красивое сравнение придумал, да? Давайте поверим в коровку. Ну, понятно. Ну, почти, почти. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Кач, да тут Кач, я думаю, не особо предвиделось бы, даже если бы он был. Извините, пожалуйста. Вот так вот. Да уж. Ну тут пофиг, пусть бьет, пусть не бьет. Я уж выиграл эту игру, так же пофиг. Не надо думать расставляться. Ну сразу же? Ну как доиграют другой матч. Да, ситара убили воина, хорошего очень. Ну коровая, да. Ну видите, я целых три травмы дал по седьмому армору за 66 блоков, а зонки за 20 блоков без МБ, две травмы по девятому. И я считаю, все честно. Абсолютно справедливая игра. Ну вот так вот. Да, G75, там, травма, вот это вот все. Я считаю, так и должно быть, конечно, ребята.